Вот надо литовку отбить. Батюшку пригласил. Сам отбиваю, сам себе не верю. Вот видишь как. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Не очень получается. Я говорю, на день рождения дарят всякие разные. Я не беру подарки, но литовку принял бы. Насаженную чтобы. Так ты бьешь по кромочке этого рельса? Ну да как. Она так. А зачем ее снимать? Она тут удобно. Видишь как. Да неудобно. Чего ж удобно то? Вот никак не перелит. Батюшке хотел отместить. Он говорит, сами сделайте. На рельсе. И она еще на рельсе бить. Бью я не знаю правильно или неправильно. Думаю выйду посмотрю кого-нибудь. Может быть батюшке позвоню. А вот он катит на велосипеде. Видите как. Это выйти. Редко он бывает здесь. А тут сразу появился. Что такое? Степа этого Андрея идиотом назвал. А этот ему губу расквасил. А это что ему? Ударил и губу расквасил в крови. Я не помню. Что сделал-то? А чем ударил-то? Кулаком. А он что его назвал как? Идиотом. Ты называл его? А зачем ты называл? Вот тебя и учит Господь. Идите я разберусь. Ну что батюшка как смотришь? Чего? Вот этот вот парень умный мудрец. Назвал вот этого идиотом. Десять раз. А этот сразу ему залимонил. Тебе дома-то ты болтаешь языком. Кого попал обзываешь-то. А здесь это не пройдет. Тебе зубы-то прочистят здесь. Замер сразу. Идиот-то тот, кто обзывается, а не тот, кого обзывают. Я Андрюшу не могу одобрить-то, но понимаю его. Чего ради идиотом ты назвал? Он разумный парень. Неправильно делает, когда полено бросает. Ну все, мы тут на схват. Да, давайте. Идите. Так, иди. Я нахожу обоих за это. Вот видите, работали на огородчике. Что там дерево на кого упало или что? А? Что ты говоришь? Володя подходит, у нас, говорит, ЧП. Я думаю, где-то пилили дерево, не упало или на кого. А он там губу расхватил. Так он идиотом, представь себе, разговаривать не может толком. А идиотом обозвал. А сам бестолковый. Я тебе расскажу сейчас историю маленькую. Подожди, не колоти. Вот. Один баптист с семейством своим перешел, якобы, в православие. Ну его даже назвать не буду. Тут такая фамилия у него интересная. В камне на обе. И двух ребятишек прислал. А ребятишки-то большенькие. Лет, наверное, по 12. Ну нигде не играют. Вот сядут, как старички. Два кощей сидят и дуются, и дуются все время. Ну а у меня там был Сережа один. Хороший парень такой. Боевой. Все делает. Ну и дежурная была на кухне Нина Александровна Жолнирова. Ну он когда поел, прошел, еще там мимо столовой идет и смотрит. Она сделала плов. Вкусный рыбный плов. Ну и спрашивает, так ты что, может быть есть хочешь? Она говорит, еще поел бы. Так садись, поешь. Она ему опять наняла, этому Сергею Краснову. Он поел, ест, сидит. А эти двое баптистов-то проходят. Православными ставшие-то. И ему только пройти мимо, а не на него. Обжора. То есть, видимо, самим охота. А Нина Александровна и говорит, так может, ребята, вам наложить? Я положу сейчас, у меня еще осталось. Нет, не надо. А этот еще не говоря доел. Губы обтер, пошел, а они сидят. Он как обоим залимонил? Ну и жалоба поступила в высшие инстанции. Стал разбираться. Но Сергея я наказал. Но вас, ребята, я тоже накажу. Поменьше. Но вы попадетесь еще на другом. Правда, на следующий день они кого-то еще обозвали. Тогда я им по полной программе выдал. Вот так. Рано или поздно ты натолкнешься на свое. Так и Дворкин. Напоролся козел, говорит. Нашел свое. Сейчас на него весь мир ополчился, на этого Дворкина. Он всех клеймил. Все они нелюди, плохие. А он хороший. А оказалось, что ни высшего образования нету. Ни доктора, ни профессора. Шарлатан. Сто процентов шарлатан. И все, кто его почитает, такие же. Зачем это нужно было? А теперь рассыпется вся эта их когорта. 20 лет пудрили мозги. Вот этот Степа, он живет в семье. Похоже, что он с такой легкостью обозвал. Он уже не первый день это делает. О, смотри, как батюшка делает. Это делает более тонким лезвием лихтовки, а потом турчет. Я вот положил здесь напильник. Вот такой брусок. А то она никак. У нас щипы это называется. Вот видите, вышел на улицу, как батюшке сообщить. Утром сказал, он говорит, у меня вот самого лихтовки нету. Какой надо. Была хорошая, куда-то делать. Ну, кто-то взял, может, в траву положил где-нибудь. Он говорит, возьми рельсы, да и делай сам. Я пошел и начал делать. Но опять же, с подачи батюшки, я бы сам-то, ну, не специалист. Хотя, раньше я отбивал на этом, на шарики. А тут можно. Один молоток закрепить, а по-другому бить. На молотке. Попробуй. Сейчас отвел ребят, Никиту и этих, в лес. А там у нас уже напилено по три метра шкурить. Вот идет, Никита как олень бегает быстро. А тот сзади плетется, как бегемот. Я говорю, ты не отставай. И в разных местах, да, вот до обеда посмотрим, кто сколько сделает. По разным участкам развел их. Так, послушай. У меня задача первый мостик перейти, машины перевести. Я что надумал? Вот такие вот буду пилить, по пятиметровые. Заложу слой земли. Опять бревна, слой земли. И так сделаю, пусть хотя бы на один год. А там видно будет. Постараюсь связать их между собой. Мне проволока нужна, тонкая. Видите как. Взял вот большой, это напильник, рашпиль называется. И в нем вот такие прорези. Это, видите как. Разводку делать в пиле. Ножовки вот новые купили, вот они. Ну это маленький зубчик. О, пришел. Болящий ты мой. Вот, вылечили его. А он теперь вот. Мышей ловит у нас. Я спрашиваю ножки, а вещи там, бараньи какие будут? Нет там нынче? Ну так надо резать. Так, а как ножки не отрежешь одни? Вот это понятно, вроде бы. А то шарик он, охота. Нету пока. Вот видите как батюшка. Поговорил только. И уже вонадели. Я это делал когда-то сам, но мастером себя не признаю. Это не тащить пилы. Пилы тащил на всю деревню. Вот так. Это у нас сегодня 21 июня. Самый короткий день, считай. Там Гитлер напал на Россию, а здесь друг на друга нападают. Там Гитлер напал на Россию, а здесь друг на друга напал на Россию, а здесь друг на друга напал на Россию.